Медиагруппа «Авангард» представляет 7 и 8 декабря. Москва. СОК-форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockthefizforum.ru Всем привет. Студия Мария Сигаева. И вы слушаете свежевыжатый подкаст. Беседы об информационной безопасности и прежде всего о центрах мониторинга. Здесь мы даем своеобразный превью всех наших основных тем и докладов, которые будут на SOC-форуме в этом году. SOC-форум у нас назначен на 7 и 8 декабря в Москве. И в студии сегодня с нами Владимир Дмитриев. Владимир – руководитель направления сервисов киберзащиты «Сайберарт» группы компании «На стейдж». Привет, Володя. Мария, привет. Ну, собственно, мы в прошлой мою встречу в этой студии разговаривали с Алексеем Лукацким по поводу кадров в SOC-е, по поводу их психологических сложностей, долгой на тонну рутинной работы, по поводу сложностей самих компаний по поиску этих кадров. Ну и, собственно, возникла мысль продолжить дальше разговор на эту тему, и поэтому я позвала тебя, поскольку компания «На стейдж» развивает SOC в регионе. Немного у нас на российском рынке таких компаний, и хочется, чтобы ты поделилась тем опытом, который вы приобрели за эти три с лишним года, развивая свой SOC. Наверное, начну, может быть, чуть издалека. Я хотела бы, чтобы ты пофантазировал, может быть, как-то, не знаю, спроектировал будущее и рассказал, в каких ИБшниках вообще в целом, на твой взгляд, нуждается сейчас наша отрасль, наша страна, может быть, да, или и конкретно твоя компания. Тема кадров, да, это вот прям больная постоянная тема, с которой мы занимаемся, и действительно про неё там можно говорить долго, там есть очень много разных аспектов этой темы. А в целом, наверное, то, о чём мы занимаемся, вернее, не о чём мы занимаемся, а кто сейчас нужен, кто сейчас требуется, да, если по-простому, нам сейчас нужны люди, которые умеют простыми словами разговаривать про информационную безопасность. Вот это основное ожидание, которое у нас сейчас есть. Вот не далее, как там, на прошлой неделе на нашем форуме, да, на Казань Digital Week, мы тоже эту тему обсуждали, был круглый стол, где собрались тоже представители из разных компаний. И в итоге все поняли, что мы не умеем, не можем разговаривать ни с государством, ни с бизнесом на понятном им языке, да, то есть, по сути, у нас сейчас отличная отраслевая, как бы, есть некая отрасль, есть между собой, есть комьюнити, да, ибэшников, которые друг друга знают. Нас немного, на самом деле. Мы все... То есть, ты говоришь, что они такие законсервированные мы внутри себя. Да, и здесь, на самом деле, тоже есть, может быть, в силу того, что часть там, часть коллег пришли из определённой сферы, да, где она была закрытая, да, здесь вот тоже есть в этом история, что, да, нам нужно правильно уметь рассказывать о том, чем же мы занимаемся и для чего это нужно, да. Меня до сих пор смущает то, что мы на полном серьёзе обсуждаем, а есть ли АПТ-группировки, да, есть ли целенаправленные атаки, а вообще, а может ли там кибербезопасность, нужна ли она кибербезопасности, может ли бизнес пострадать от кибербезопасности, случаются ли инциденты, которые могут привести к катастрофическим событиям. Да, вот для меня до сих пор, ну, странно, да, что там уже на дворе у нас 21-й год, а мы до сих пор вот такие, казалось бы... Не смогли донести. Да, до сих пор обсуждаем эти вещи, причём на полном серьёзе. Правильно ли я тебя понимаю, что нам нужны такие евангелисты отрасли среди, ну, даже, наверное, может быть, не отрасли, а кибербезопасности вообще в целом, которые бы действовали среди других представителей других отраслей, да, могли бы с ними коммуницировать, доносить до них там понимание того, что из себя представляют задачи кибербеза, зачем они нужны там компаниям? Честно, я в это не верю. Я не верю в то, что появится прямо один лидер, да, ну, который нас там поведёт и выведет, как тот Моисей, в землю обетованную. На мой взгляд, надо немножко действовать всё-таки по-другому. То есть, да, безусловно, нам нужны лидеры мнений, нам нужны люди, которые рассказывают, которых узнают, но в целом нам нужно быть более открытыми сами, да, и более открытыми не только нашей отрасли, но в том числе обсуждать то, что мы про кибербезопасность должны говорить на всех уровнях. Ну, вот почему, когда мы на тех же самых форумах, ну, вот даже я, да, общаясь там с заказчиками, я, как правило, привожу примеры там каких-то инцидентов, да, значимых, каких-то событий, привожу, как правило, зарубежные примеры. Почему у нас нет такой практики, когда действительно случилась проблема, компания с ней столкнулась, компания эту проблему решила, почему про это не рассказать всему сообществу? И я считаю, что в первую очередь нам нужно вот здесь, наверное, менять наш подход, менять позицию, убеждать в том числе и убеждать, наверное, и бизнес, убеждать и государство быть более открытыми и более открыто рассказывать про то, что это действительно случается. Я разделяю твои переживания по этому поводу, но мне кажется, что для того, чтобы стать более открытым, это надо начинать с себя. Каждый должен тогда на себя взять такую задачу, что если у меня действительно случается какой-то инцидент, я понимаю, что это может быть не только у меня, но и там точно может быть у моих коллег по рынку, то имеет смысл, мне в первую очередь имеет смысл наступить на какое-то, я не знаю, свое эго, переживание, опасение, что мне за это могут быть какие-то, мне могут быть применены какие-то санкции и поделиться этим. У нас, благо, есть для этого, в общем-то, и ресурсы, и средства обмена информацией, все, что необходимо для этого есть. Хорошо, но вот если мы вернемся, например, к вопросу по поводу кадров и к тому, что ты говорил относительно открытости, относительно практики ведения диалога с разными уровнями по поводу кибербезопасности, как здесь может сыграть в части решения кадрового вопроса вот эта открытость? Ну, в том числе, да, она поможет нам привлечь специалистов, привлечь людей на нашу сторону, да, и, ну, во-первых, она нам позволит получить те же самые ресурсы. Под ресурсами я здесь понимаю, опять же, ситуацию, когда там вопросами, часто бывает, да, когда вопросами информационной безопасности прям в больших крупных компаниях занимается там один-два человека, да. Если мы начнем говорить про то, что это действительно нужно, важно, мы здесь будем не только внедрять как бы наши системы, да, но и в том числе руководство, в том числе бизнес поймет, что это тоже важная отрасль, и здесь тоже нужны специалисты и будут открывать эти вакансии. Это и в эту историю тоже играет. И нам как бы будет с кем работать на нашем поприще, и я надеюсь, что как раз вот та комьюнити, которая у нас сейчас есть узкая, она прям должна, если мы действительно хотим изменений, да, хотим действительно качественной реальной безопасности, то вот эта комьюнити, это должна быть не там 10 тысяч единомышленников на всю страну, это должен быть, ну, как минимум миллион. По последним подсчетам, которые проводил в этом году Минтруда, потребность, так скажем, технический долг перед отраслью информационной безопасности, перед, наверное, остальными отраслями, это 18,5 тысяч специалистов. То есть столько специалистов у нас не хватает, в стольких коллегах мы нуждаемся для того, чтобы закрыть задачи, которые сейчас стоят перед нами. Если же смотреть на там 2-3-4 года вперед, то, я так понимаю, потребность будет только возрастать, потому что и меняется, и очень оперативно, да, подходы злоумышленников к атакам, да, растет количество информационных систем в компаниях, цифровизация наших производств, ну, и, соответственно, не может, а, в принципе, там, должна опережающими темпами развиваться кибербезопасность. Есть ли у тебя какие-то, может быть, там, идеи, может быть, ты даже что-то пробовал уже в рамках своих задач, в рамках реализации задач по наполнению сока кадрами? Какие-то идеи по тому, как можно оперативно решить задачу по привлечению людей в отрасль, по привлечению людей к работе в соках, на других, собственно говоря, ролях в службах информационной безопасности? Да, я над этим думал, и если бы сейчас, с точки зрения построения соков, вот если бы меня сейчас спросили, с чего бы стоит начать сок строить, да, я бы ответил, что сок нужно начать строить с HR службы, вот, то есть не с выбора СИЭМа, не со сравнением каких-то решений, да, а именно с HR службы, потому что, в первую очередь, сок – это, как я понимаю, это команда высококвалифицированных экспертов, которые способны решать сложные задачи, и для того, чтобы эту команду собрать, HR здесь должен быть во главе, и для того, чтобы эту команду уметь наращивать, масштабировать, то, что все, как ты верно отметила, потому что потребности постоянно растут, да, и масштабы постоянно увеличиваются, и цифра, да, мы везде слышим цифра, 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 а на практике это означает, что все больше и больше систем критичных, тех, которые нужно защищать, тех, которые нужно контролировать. Вот, поэтому здесь, да, первое – это качественный HR в первую очередь для того, чтобы действительно привлекать людей, уметь их обучать, уметь, соответственно, встраивать их в команду, уметь эту команду, опять же, правильно масштабировать. Ну, а из практической, наверное, плоскости то, что поделюсь идеями – это посмотреть в том числе в сторону, наверное, колледжей. Вот тоже идея, которая у нас недавно как бы как раз возникла, и то, которое мы тоже сейчас прорабатываем сильно, потому что, не знаю, как в других компаниях, а вот у нас этот пласт пока не затронут, и мы считаем, что здесь можно найти хороший новый ресурс, да? Да, я согласна. Действительно, идея, которая не до конца реализована, не до конца проработана другими компаниями, тут действительно может быть такое как-то голубой океан в части поиска специалистов. Но, насколько я понимаю, колледжи выпускают ребят, чьи, ну, ребят там, да, будущих сотрудников компании, но чьи, соответственно, квалификационные качества, они, ну, там, в принципе, закроют, наверное, задачи на мониторинг первой-второй линии. Как быть дальше с этими специалистами? Мы в прошлый раз достаточно долго как раз обсуждали с Алексеем, что задачи первой линии, они настолько, с одной стороны, рутинны, с другой стороны, они интенсивны, что люди выгорают и очень быстро переходят в стадию, когда, ну, на самом деле, такого специалиста уже опасно держать в мониторинге, потому что он просто может из-за усталости пропустить инциденты, да, и это дальше скажется на, в общем, не только на самой компании, но и заказчиках, если мы говорим о коммерческом соке. Как в таком случае работать с тем, чтобы вот эти ребята, которые получили среднее специальное образование, чтобы они дальше росли, надо ли это делать, или мы их спокойно отправляем дальше на рынок? Ну, то есть вот, простите, тут циничность определенная тоже, это, в общем, ресурс и ресурс. Я бы разложил, на самом деле, историю эту на две составляющие, да, то есть первая часть, наверное, это дискуссия, что же сделать с первой линией, да, а вторая, а что же сделать с выпускниками, опять же, ну, с кадрами, как их воспитывать, то есть это может быть там и как выпускник колледжа, так и выпускник, там, наверное, института, но здесь, на самом деле, в чем нам кажется разница, да, если институт готовит более теоретиков, университет, да, высшая школа готовит больше теоретиков, и мы там, получая таких ребят, мы фактически их уже учим работать на практике, да, то как раз среднее специальное образование, они больше склонны к практике, и там больше, как бы, ребята, они привыкли, как бы, решать реальные задачи, а не четыре года учить, там, математический анализ и прочую высшую физику, да. Фактически синие ротнички ВБ. Да-да-да, именно, и такие ребята тоже нужны и важны, наверное, действительно в нашей работе. Вот, поэтому вот на этот вопрос можно ответить, наверное, тем, что для того, чтобы их воспитывать и их подключать, нужна в первую очередь практика, то есть можно много раз объяснить, да, но при этом никогда не показать. Мне с этой точки зрения очень нравится сравнение, например, то, которое организаторы стендов, да, киберполигона говорят, что можно очень долго, как бы, учить, как выходить на практике, в теории, как выходить из управляемого заноса, но ты никогда в него не войдешь, из него не выйдешь, если только там будешь смотреть видео, либо тебе там инструктор будет рассказывать. Поэтому для подготовки таких людей здесь то же самое. То есть мы очень много, долго можем ребятам рассказывать на практике, что же такое кибербезопасность, вернее, не на практике в теории, что такое кибербезопасность, как им быть, когда их будут атаковать. Но, по сути, вот, опять же, с точки зрения выращивания кадров, здесь должны быть киберучения, должны быть практические киберучения. Вот, и с этой точки зрения такие, например, площадки, как стендов, они вот прям дают возможность из специалистов, условно говоря, обладающих теоретическими знаниями буквально за месяц сделать уже специалистов, которые умеют решать прям нетривиальные задачи. Правильно ли я тебя услышала, прости, что при наличии хорошей практики, которые будут получать ребята, пусть не имеющие высшего образования, приходя в компании на киберполигонах, на, может быть, тестовых каких-то средах, работая с продуктами, реализуя сервисы, они смогут добрать тот уровень, который, в принципе, сейчас мы получаем скорее больше от специалистов с высшим образованием. Да, совершенно верно. И даже специалистам с высшим образованием вот эта вот практика и опыт, он прям нужен. То есть, опять же, по нашему опыту специалисты у нас растут буквально на голову, переходят на следующую ступеньку в двух случаях. Если они пошли на киберполигон с реальными хакерами, то есть не с какими-то там подготовленными заранее сценариями, а прямо с реальными хакерами, и посмотрели, начали разбирать цепочки атак, начали противодействовать. Либо вторая история, когда они пошли уже на объект заказчика и столкнулись с реальной ПТ-группировкой. Вот. Ну, мы, разумеется, не за то, чтобы... Боевые. Да, не за то, чтобы... Вот таких случаев должно быть, на наш взгляд, как можно меньше, да, и поэтому ребят лучше учить на киберполигонах. Хорошо. Ну, вот ты высказал интересную идею по поводу работы с колледжами. Если говорить о вот этой вот, собственно говоря, категории образовательных учреждений, как ты себе представляешь вот эту работу? Что будет делать и на стейдж, да, компания, в которой ты работаешь? Что, может быть, ты предполагаешь, будет делать государство? Вообще, в принципе, чья это? На чьей стороне мячик-то, да? Кто должен готовить вот этих вот специалистов колледжей, да, которые придут в дальнейшем работать в службу информационной безопасности? Наверное, вот в первую очередь, опять же, поскольку потребности у нас, я бы надеялся как бы именно на нас, да, а не на то, что там государство придумает и обеспечит нам те самые недостающие 18 тысяч специалистов или сколько там. Ну, на самом деле, там цифра 18 тысяч я бы с ней тоже поспорил, поскольку, на мой взгляд, она там сильно прям занижена. Поэтому, да, мы должны, на самом деле, это мы должны там как отрасль, как бизнес, да, вот бизнес именно по кибербезопасности, доносить наши потребности и говорить, что здесь есть место для работы, место для подвига, и приходить на всех уровнях, да. На практике это выстраивание, опять же, взаимоотношений с колледжами, да, это приглашение ребят к нам на дни открытых дверей. Мы такие проводим, мы, наши специалисты, да, наши аналитики выезжают, например, к ребятам и рассказывают, что же такое на самом деле киберзащита, что такое там команда синих, что такое команда красных, как это бывает на практике, вот. И у ребят там буквально загораются глаза, они там записываются просто в очередь к нам для того, чтобы прийти на стажировку, да. Ну, система стажировок, ну, и система, наверное, опять же, как-то бронирование вакансий, да, как это правильно называется, когда мы приходим в учебное заведение и говорим, что мы готовы там каждый год... Целевой набор. Да, целевой набор, вот правильное слово. То есть мы готовы каждый год принимать у вас там 10, 20, 30 специалистов, пожалуйста, как бы готовьте для нас. То есть если будут такие, такого рода запросы, то и учебные заведения подтянутся, да, и тоже начнут готовить нужных специалистов в нужном количестве. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на СОК-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте sockdefizforum.ru. Количество мест ограничено. Коллеги, 7 и 8 декабря пройдет очередной СОК-форум, и это мероприятие стало уже знаковым для нашей отрасли, которая подводит итоги прошедшего года и открывает для нас следующий год. Поэтому хотелось бы на этом форуме всех вас увидеть, поговорить с вами, услышать ваши идеи, поделиться нашими идеями. Ну и хотелось бы воплотить эти идеи дальше уже в жизнь. До встречи на форуме. Наверное, возвращаясь к той мысли, которую ты высказал в начале, о том, что мы как отрасль должны быть более открыты, что мы должны научиться коммуницировать на разных уровнях. Я бы хотела нырнуть, наверное, на еще более, так скажем, младший уровень, то бишь поговорить о том, что мы на самом деле конкурируем за кадры не внутри себя, мы конкурируем с другими не менее интересными направлениями в IT, которые сейчас активно развиваются, и конкурируем мы на уровне абитуриентов. Потому что школьники, которые заканчивают 9 класс или 11, когда дети начинают решать, куда им идти дальше, в колледж или вуз выбирают, вообще специализацию смотрят. А именно в этот момент происходит разделение, куда они пойдут. Пойдут ли они в информационную безопасность и будут дальнейшими нашими коллегами или они пойдут куда-то в иные направления войти. Чаще всего у них в этом возрасте нет четкого представления о каких-то направлениях. У них есть просто понимание того, что им нравятся, например, точные науки. Ну и дальше поле огромное. А учитывая, что мы как отрасль, как ты правильно говорил, достаточно закрыты и не очень вкладываем усилия в то, чтобы рассказать о себе на такой уровень слушателей, понятно, что они в принципе случайным образом либо узнают о том, что есть такое направление, как информационная безопасность, либо это дети, у которых может быть родители или какие-то более старшие друзья уже учатся на этой специализации. Поэтому, может быть, имеет смысл расширять практику и начинать вовлекать, ну вообще я имею в виду в данном случае не именно компанию на стейдж, а в целом нас всех как участников кибербеза, расширять свое внимание и направлять на такие вот профориентационные какие-то мероприятия для того, чтобы просто пиарить нас и привлекать туда будущих, привлекать к нам через эти мероприятия будущих, собственно, сотрудников. Ну это, безусловно, наверное, нужно. И в целом, да, я соглашусь, что это, наверное, опять же, продолжение мысли о том, что нужно быть открытыми, нужно рассказывать. Но вот по факту у нас немножко другая история. История бывает, вот ты правильно отметила, что ребята выгорают. И на самом деле сейчас, опять же, работа в цифре, да, она вот прям популярна, она в тренде, все понимают, что если ты пойдешь куда-то в цифровые специальности, то это вот прям круто, да. И здесь ребята идут, да, и они как бы тоже все слышали про каких-то хакеров, и им кажется, что кибербезопасность интересна. А вот дальше, когда они приходят уже работать, начинают заниматься этой практикой, и на них сваливается вот как раз та самая рутина, про которую вы с Алексеем в прошлый раз... Мне кажется, когда учиться приходят, на них сваливается объем нормативной документации, которую они должны выучить, уже тогда у них тухнет все в глазах. Вот тогда, да, тогда у них тухнет, то есть разные бумаги, да, очень-очень как бы далеко то, о чем мечталось, и очень сильно разнится с тем, чем приходится заниматься. Нету практики, нету реальности, да, очень много всякой нормативной бумаги, да. Мы, отрасль там сильно зарегламентированная с этой точки зрения. И как следствие, да, там, из роты, да, там, какого-то легиона людей, которые хотят туда пойти, прорываются буквально единицы. Вот. Здесь, наверное, подходы, на мой взгляд, основные, да, могут быть следующие. Это все-таки автоматизация. И мы в своем соке, и то, что мы видим по рынку, да, действительно очень трудно, если люди будут заниматься рутиной, это, во-первых, малоэффективно, здесь я полностью согласен, и очень трудно таких людей действительно удерживать, они будут всегда слабым звеном, да, в твоей команде. Но, тем не менее, есть задачи, есть задачи, которые нужно делать, и, как правило, эти задачи, они достаточно понятные, они достаточно могут быть стандартизированы. И с этой точки зрения, на мой взгляд, вот, отрасль больше и больше должна именно заниматься автоматизацией, автоматизацией рутины и все-таки уходить из формализма в сторону практической составляющей. А мы на практике тоже там в своем соке уже давно отошли от такого понятия, как первая линия, да, для нас первая линия – это невозможность утилизировать там труд наших специалистов для того, чтобы они обрабатывали много-много событий за какое-то заданное время. Это, в первую очередь, это некая… Это скамейка, да, это скамейка специалистов, которые, погружаясь в команду, да, это первый шаг для того, чтобы погрузиться в команду. То есть ребята приходят на дежурство, и они начинают понимать процессы, они начинают сталкиваться с практическими задачами, и через какое-то время, достаточно, на самом деле, короткое время, то есть наш опыт показывает то, что за полгода из специалиста начального, да, который пришел из колледжа, либо из вуза, можно через полгода сделать уже аналитика, который способен уже на некую самостоятельную работу. И по практике, да, опять же, мы не передаем как бы все данные, все, условно говоря, сработки на первую линию для того, чтобы они сидели и погибали там под этим потоком. Они используются именно для тех задач, когда нужно вот дежурная смена, нужно что-то сделать здесь сейчас. Скажи, пожалуйста, ну а помимо автоматизации, да, какие еще вы используете методы, какие есть у вас ноу-хау для того, чтобы мотивировать ребят на первой линии работать, чтобы дать им возможность вырасти, например, да, но не всегда же они будут на первой линии, ну там неважно, как мы ее называем, да, но не всегда они будут заниматься задачами мониторинга. Как построена вы на стейдже вот эта вот история с выращиванием кадров? Ну, это практические задачи, да, что на самом деле специалиста, во-первых, можно сделать так, да, что и первая линия занимается вот прям интересными, сложными задачами. Я это говорю о чем? О том, что, например, в Сиеме есть там практика, когда на первую линию все сработки, которые зарегистрированы в Сиеме, нужно передать на первую линию, пускай они отрабатывают, они их обрабатывают, да. Здесь действительно есть такое понятие, как выгорание специалиста, и под таким как бы напором сообщений, которые ему нужно понять, принять по ним какие-то решения, и причем сделать это в короткие сроки, да, когда у него есть SLA, специалист на самом деле, да, начинает в первую очередь думать не над тем, как выявить атаку, да, как выявить потенциального злоумышленника, а над тем, как ему проще всего принять решение, чтобы признать это сообщение ложным. И мы прям с этим тоже сталкивались в нашей работе, и мы поняли, что так делать не надо. В итоге, по нашему опыту, мы, наверное, 95% того, что регистрируется в Сиеме, мы в Сиеме оставляем. И на дежурных на первую линию передаются только те сообщения, которые требуют прям действительно особого внимания, да, по которым нужно реагировать здесь и сейчас. Как простой пример, если мы увидели, что кто-то запустил мимикатс в вашей инфраструктуре, то, скорее всего, вы уже потеряли учетные записи, то есть они скомпрометированы. Вот здесь, да, нужно реагировать мгновенно, нужно собирать информацию, нужно предпринимать действия. И вот благодаря этому, да, в том числе ребята на первой линии чувствуют себя уже не просто винтиками, да, они получают действительно реальные интересные задачи, даже в рамках своего дежурства, и сталкиваясь с этими задачами, и решая эти задачи, которые, они, соответственно, растут, в том числе как профессионалы, как эксперты. Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас практика, ну, не знаю, менторства, кураторства для того, чтобы выращивать каких-то ребят, у которых есть интерес для того, чтобы двигаться дальше, или там их, ну, вы видите, что в человека имеет смысл ложиться, он там показывает какие-то серьезные, интересные результаты, у него есть идеи, которыми он хотел бы делиться. И вот прям такую звезду надо точно не упустить. Как-то вы работаете? Разумеется, на такой вопрос все ответят, что да, конечно, у нас же есть менторство, у нас есть практика, и мы как-то работаем. У тебя есть такие ребята, с которыми ты сам лично работаешь? Да, есть. Я, к сожалению, сейчас там в силу определенных причин мало работаю с техникой, но в целом у меня есть на глазах, да, вот есть звезды, которые действительно так и были выращены. То есть когда человек пришел к нам прямо со студенческой скамьи, то есть он сел прямо на дежурную линию, а теперь это условно специалисты, это не условно, это звезда, мы их прям звездами называем. То есть это звезда, которая работает в инфраструктуре и защищает инфраструктуру, которая находится, распределенная, находится от Камчатки до Калининграда, да, и со всеми часовыми поясами. И к такому человеку обращаются, собственно, со всех концов страны. Вот у нас на глазах, да, такие люди росли, такие люди создавались. Для этого, наверное, это комплекс, то есть там нету простых ответов на вопрос, как же таких людей получить, да. То есть здесь, наверное, должно быть движение с двух сторон. То есть это, во-первых, желание человека этим заниматься, а тут нужно смотреть действительно, чтобы он не потерялся в рутине, то есть именно помочь ему расти и давать ему интересные, сложные задачи и давать ему возможности. То есть мы, как компания, здесь, наверное, воспринимаем себя как именно сторону, которая может давать такие возможности. То есть как с точки зрения задачи, так и с точки зрения... Смотри, я недаром тебе этот вопрос задала, и вообще я тебя сейчас коварным образом завлекаю в некоторый клинч, потому что, с одной стороны, ты рассказывал о том, что вот хорошая мысль – это идти в колледж и брать ребят со средним специальным образованием, и дальше, соответственно, из них растить ту, в общем, регулярную кадровую силу, которая будет выполнять, наверное, объём достаточно понятных и регулярных задач. А с другой стороны, понятно, что чем больше у нас будет людей вот с такой вот средней компетенцией, буду так говорить, тем ниже у нас будет среди них процент тех, кто будет способен дальше вырастить вот в тех самых звёзд. Потому что, ну, как бы обычно человеческая жизнь, да, человек закончил колледж, он пришёл работать, у него есть зарплата, у него есть неплохая работа в офисе, в хорошем коллективе. Ну, собственно, для того, чтобы дальше начать развиваться и расти, со временем вырасти, например, в ведущего аналитика или в архитектора или прочее, ну, занять какую-то там серьёзную роль, стать, может быть, узким специалистом, ему надо так или иначе всё равно получить высшее образование. Я понимаю, что есть люди, которые и без высшего образования, да, достигают высоты, в том числе даже, может быть, в науку приходят, но это всё-таки единицы, да, мы говорим о более массовой какой-то ситуации. Ну, и высшее образование там среднему человеку даёт возможность шире смотреть на технологии, больше осваивать, больше знать, чем та специализация, которую человек получает в колледже. Если мы пойдём вот в такую историю, что будем брать ребят на работу после колледжа, не давая им получить дальше высшее образование, а совмещать всё-таки особенно первые два курса очень сложно, то как мы будем дальше решать вопрос с теми самыми узкими специалистами, как мы будем и откуда будем массово черпать ребят с потенциалом, вот этих звёздочек, да, которых там дальше будем доращивать. Тогда прокомментирую, почему я обратил внимание на колледжа, потому что на самом деле сейчас ситуация следующая. Тот объём, наверное, специалистов, которые выпускают вузы, мы его готовы брать уже здесь и сейчас, а нам просто не хватает. Вот те ребята, которые выпускаются, например, в нашем городе, есть там несколько профильных вузов, которые выпускают именно специалистов по киберзащите. Ну, так вот, с этих курсов как бы все ребята прям сразу расходятся, то есть расходятся по компаниям и занимаются именно своей практикой. И для того, чтобы... А людей нужно больше, да? Здесь моя мысль была о том, что и оттуда нужно брать, но есть как бы дополнительные ресурсы оттуда. С этой точки зрения, опять же, как вырасти специалиста, который пришёл со среднего специального образования до уровня архитектора, я бы тоже сказал, что здесь всё зависит всё-таки от людей. Есть люди, которые прекрасно себя чувствуют на определённом месте, занимаются той самой работой, нужной, важной работой, но которая не требует знания, условно, высшей математики и так далее. И эти люди тоже нужны и важны, и без них там тоже ничего не будет работать. Я здесь всё-таки рассматриваю, что каждый сам строитель собственной судьбы, да? И профессиональной траектории. И в том числе профессиональной, совершенно верно. То есть если у тебя есть желание, если у тебя есть цель, то ты как бы её достигнешь. А если у тебя интересы другие, да, то будь тебе там дадут все пути, но ты всё равно по ним не пойдёшь. Вот. Поэтому как-то так. И здесь всё-таки, наверное, именно наша, как компания, задача – это предоставить эти самые возможности, которые мы стараемся предоставить по разным направлениям. То есть это, да, это и наставничество определённое, да, как внутри компании, это и возможности поучаствовать в разных мероприятиях, начиная от киберучения и заканчивая там различными форумами и так далее. Это и возможности, безусловно, там пройти курсы, как специализированные, так и пойти и поучиться, да. То есть здесь компания как бы даёт возможности. Вопрос уже людей, конкретного специалиста, да, воспользуется он этой возможностью или нет. Разумеется, как бы в общей массе специалистов есть определённые люди, которые всегда выделяются, и им как бы, ну, им предлагают, да, пойти по каким-то шагам. Некоторые идут, некоторые не идут, но это жизнь, это всегда. Я думаю, что здесь не только в кибербезопасности. Такие истории скорее, наверное, это везде так. Кто-то доходит до определённого уровня, там останавливается, потому что ему комфортно, а кто-то как бы, кто-то идёт дальше. Ты поднял прям несколько интересных тем, да, и мне кажется, что то, что ты говорил о том, что наша задача как отрасли стать более открытой, это действительно разговор, который, на мой взгляд, надо продолжать и дальше, и думать, может быть, каждая компания для себя должна про это думать и двигаться в эту сторону. Ну, и все мы вместе имеем прекрасную возможность обсуждать это на будущем СОК-форуме, на других мероприятиях, которые у нас регулярно проходят. И, конечно, мысль о том, что надо искать источники для того, чтобы решать нашу задачу с кадрами. Ну, собственно, не смотреть опять же узко, как будто это только наша задача, понимать, что за решением этой задачи стоит и вопрос кибербезопасности наших заказчиков и, в целом, более широко сказать, страны. Это действительно тоже очень момент такой для пристального, наверное, рассмотрения для многих компаний и, конечно, требует поворота, наверное, и взятия на себя определённой ответственности. То, что ты сказал, что, в общем, не стоит ждать от государства, что государство в этом месте возьмёт на себя эту задачу и имеет смысл самим идти, самим делать. Я с тобой абсолютно согласна. Да, конечно, мы как отрасль не имеем возможность через государство попробовать эту задачу решать, но и своими руками тоже должны, естественно, делать всё, что только возможно. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что в гостях был Владимир Дмитриев, руководитель направления сервисов киберзащиты CyberArt, группа компании «На стейдж». Спасибо. И спасибо, что слушали «Свежевыжатый подкаст». Не забывайте про обратную связь, подписывайтесь, ставьте сердечки, смайлики, что там ещё можно поставить. Пишите отзывы и предлагайте гостей и темы для следующих выпусков. Ждём встречи с вами на СОК-форуме 7-8 декабря в Москве в ЦМТ. Это был «Свежевыжатый подкаст». Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли – СОК-форума 2021. Подробности по хэштегу «СОК-форум» и на сайте «СОК-дефисфорум.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова